Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Новое качество жизни» и с вами ее ведущий, я Артур Сангуманян и Елена Бойкова. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях Андрей Туманов, главный редактор и создатель школы садовода Андрея Туманова. Я знаю точно, что он еще и блогер. У него есть огромная аудитория, более одного миллиона человек. Андрей, расскажите нам немного о своей деятельности, потому что много очень о вас слышали, много вас видели. Наверное, для наших телезрителей будет интересно, какое ваше основное направление? Моя деятельность – это, прежде всего, популяризация. Популяризация дачи, популяризация выращивания растений, общения с растениями, дачная жизнь. Вообще, дачная жизнь включает в себя очень многое. Я так понимаю, в России это популяризировать нет необходимости. А, нет, а вот здесь я не согласен. Понимаете, есть дачная каторга, да? И большинство, сейчас спросите, особенно кого-то в детстве заставляли работать, почему ты не любишь дачу? Меня заставляли работать. Дачная каторга, да? Да. Так вот, дачная каторга, я хочу, чтобы она превратилась в дачный рай маленький, свой рай, где можно было бы отдыхать работая. Вообще, что такое отдых и что такое работа, это понятия такие, знаете, растяжимые индивидуальные. Кто-то от чего-то устает, а кто-то от чего-то отдыхает. Ну, например, для меня лучший отдых это ползать на коленках на даче, что-нибудь пропалывать, окучивать картошку. Вот это для меня отдых. Или собирать уже готовую. Ну, собственно, собирать это, это просто супер отдых. Вот копать картошку, это же так интересно. Это замечательно уж потом приготовить, приготовить то, что ты собственными руками вырастил, да непростое. Сорта картошки, они ведь тоже разные, да есть такие вкусные. Если бы попробовали, вот сейчас у нас кулинарная была передача, я принес бы свою картошечку, вы бы попробовали и все. Вы потеряны были бы люди для рынка и магазина. Вы бы поняли, что своя картошка, определенных вкусных сортов, она, вы ее нигде не купите, нигде и никогда. И никакой новый русский не купит. Индивидуально выращенная. Да, и никакой новый русский не купит. Он пойдет на рынок, ему там втюхают эту картошку, непонятно откуда привезенную, может быть задорого. Но определенных сортов, ведь картошка бывает для жарки, для варки. Что у нас выращивают в основном на даче? Ну, самая главная культура, пожалуй, сейчас на дачах, это яблоки и садовая земляника. Садовая земляника, которую у нас традиционно называют клубникой. Ну, это вот такие самые главные культуры. Ну, плюс, конечно, помидоры, картошка. Сейчас я уже так немножечко отодвигаюсь от Москвы, потому что разные культуры выращивают, допустим, москвичите, которые вблизи города. Да, они, опять же, богатые, выращивают одни культуры, тот, кто победнее, выращивает другие культуры. И вот чем мы дальше двигаемся от Москвы, тем больше выращиваются картошки, капусты, морковки, овощей. А вот вокруг крупных городов это, конечно, больше декоративных. Опять же, в разные времена тоже по-разному. Когда приходит кризис, меньше цветов выращивается и декоративных, больше выращиваются картошки. В свое время даже я выводил экономический индекс. Да, есть у нас Доу-Джонса индекс, да, и Кель, это картофельный индекс. Сколько любителей выращивают картошки? Любители именно. И сколько? Вот мы из этого, сколько они выращивают картошки, делаем как раз экономическое положение страны. Как только, значит, выращивание картошки идет резко вверх, значит, акции на рынке, естественно, будут падать отечественных, доллар будет расти. Так хорошо, Андрей, на сегодняшний день, когда нам ожидать падения акций и долларов? Когда вырастет картошка? Я могу сказать, что по моему картофельному индексу сейчас явно предкризисное такое положение. Очень много выращиваем. По крайней мере, ни Газпром, ни энергетические компании расти не будут в ближайшее время. А я вам скажу по секрету, я, в общем-то, занимался очень активно фондовым рынком. В ближайшее время будет выращиваться картошка. Ну, кстати, картошка – это прекрасный инвестиционный материал. Да, вот, допустим, стоит у вас 10 мешков картошки, а вы, там, доллар растет, да, и вы не переживаете, потому что у вас капитал хранится в картошке. Ну, она же гниет, она же имеет срок годности. Ну, так вы ее кушаете, либо продаваете. Мне кажется, это здорово, у нас канал про бизнес и новое качество жизни, тут у нас появляется картофельный индекс, это вообще впервые, мне кажется. Кстати, ну, почему-то… Экономический картофельный индекс. Да, почему-то считается, что картошку у нас выращивают исключительно бедные, но я так вот поездил, у меня много знакомых бизнесменов, там, сенаторов и так далее. Они, правда, стесняются об этом говорить, но они начали выращивать картошку. И, допустим, где-то вот за коттеджем, там, у них, там, лужайка, там, это, Венера стоит обязательно, какая-нибудь, там, фонтан. А за домиком обязательно салатики, укропчики, огурчики и, конечно, картошечка, потому что, ну, на рынок не набегаешься, опять же, хочется свежатинки. Андрей, скажите мне такую вещь. Вот я, в общем-то, занимаюсь снижением веса и работаю с людьми, которые страдают избыточным весом. Очень часто в своей практике слышу, когда мне рассказывают о том, что нет, я хочу кушать только экологически чистые продукты. Вот люди говорят, вот я ем только, я закупаю у фермеров, мне привозят в Москву, и это принципиально, я не пойду ни в какие маркеты или гипермаркет. Вообще, на самом деле, вот меня просто это интересует, знаете, как обычного обывателя, вообще, существуют экологически чистые продукты? Вообще, это такое, вокруг экологически чистых продуктов, это такое массовое заблуждение, это люди, ну, находятся внутри такого бреда, который нанесли, там, журналисты, производители, потому что... Нет, ну, все-таки это без добавок, если выращиваешь сам, то... Что такое, какие добавки? А если я на окне, лук, знаете, зеленый буду выращивать, он экологически чистый. Давайте начнем с удобрения. Вот я там выращиваю экологически чистую продукцию, я не удобряю минеральными удобрениями. Теперь вот, ну, вы в школе учились, да, я думаю? Слава Богу. Химию, ну, начало химии... На четверочку. На четверочку, я на тройку, правда, да. Ну, вот скажите, вот я добавляю фосфорное удобрение в виде суперфосфата. Чем фосфор, находящийся в суперфосфате, отличается от фосфора, который находится в навозе? Можете объяснить мне? Это другая формула какая-нибудь, там, другие цифры... Ну, так как вы нас так подозрительно спрашиваете, в этот момент надо сказать, это одна и та же формула. Одна и та же формула. Чем фосфор из суперфосфата будет вреднее, чем фосфор из навоза? Или азот, или калий, или микроэлементы. Да, но навоз содержит болезнетворные бактерии. Кстати, да, кишечную болезнь. Вот же суперфосфат нет. И, например, если мы боимся нитратов, у нас каждые примерно там 2-3 года начинается паника нитратная. Это с 90-х годов, ой, нитраты, это страшно. И продукция на рынках без нитратов, яблоки, нитрат это, ну, соль азотной кислоты. То есть, без азота растения расти не будет и не может. То есть, если азота вы не будете добавлять, вы ничего не вырастите никогда. То есть, нету такого вообще понятия, как экологически чистый продукт. Его не существует. Это нечто эфемерное. Что такое экологически чистое? Я не совсем понимаю. И никто этого не понимает. Это рекламный трюк. Опять же, фермерское это лучше экологически чистое. Вы знаете, что продуктами из супермаркета, я сам их не люблю, терпеть не могу. И сам, вот не в жизни буду овощи и фрукты покупать в супермаркете, для меня это закрытая территория. Но, допустим, если мы сравним с фермерской продукцией, скажите, почему фермерская безопаснее? Вот, допустим, та продукция, которая лежит в супермаркетах и на рынках, она выращена крупными хозяйствами с соблюдением определенных технологий. Фермером может стать каждый. Может стать увлеченный человек, может стать человек, который понимает, а может, извините, разгильдяй, который, вот, я фермером решил стать, я ничего не знаю, но я это самое, ведро этого самого, там, карбамиду, ведро там, навозу, все перемешал, он ничего не знает. Он нарушил агротехнологии, вот у него превышение по нитратам пошло. Он взял какой-то, пошел к соседскому агроному, там, в этот бывший совхоз, там, АО, ему налили ведро какого-то яда, он им опрыскал, не понимая, как это делается, не понимая, что это такое, какой там срок ожидания, как этот препарат работает, ему, главное, помощнее, все равно я есть не буду, там, шуганул огурцы, огурцы нормальные. Но все равно, смотрите, качество жизни, оно чем определяется? Сном? Едой? Ну, то есть, это базовые такие потребности, да? Да, отдыхом. Ой, отдыхом. Вот у меня вопрос тогда, хорошо, а где мне покупать хорошие, качественные продукты, не знаю, которые не повредят моему здоровью, например, да? У меня бабушка дожила до 99 лет, и она всегда любимая, у нее поговорка была, вы там это самое не выбрасывайте, я это доем, да. Она говорила, все полезно, что в рот полезло, такая деревенская бабушка была, она говорила, любой, что вы боитесь, там, каких-то продуктов, любой вред, он вот здесь, если вас запугали, это будет для вас вредно. Если вы едите что-то с удовольствием, это будет для вас полезно, вот давайте вот сравним, я выращиваю себя на балконе помидоры, у меня и на работе помидоры растут за окном, и дома помидоры, вот люблю я, и у меня с помидорами такая дружба большая, не могу я без помидоров. Личное отношение. Помидоры хорошие, очень вкусные, но мне говорят, ух, а как же эти же помидоры экологически нечистые, они там в Москве растут, это же там вот это, начинают про какой-то свинец рассказывать, я говорю, какой свинец, кто вам про свинец, а вот из машин свинец, ну, тетраэтил свинца, если вы помните, его прекратили добавлять в бензин уже там, ну, сколько лет, 30 назад, ну, свинца уже нет, это какие-то байки старые, но все равно там экология плохая. Слушайте, ну, давайте вот сравним, все познается в сравнении, я съел салат из своих помидоров, которые я вырастил в городе, ну, там какие-то там мили-мили-мили граммы поступили в мой организм, но это примерно будет столько же, сколько я поступит в мой организм за один вдох в центре города, то есть, вот вы дышите через противогаз в городе, нет, наверное, да, тогда чего бояться вот этого вот, вот этих вот овощей, которые в городе вы вырастите. Также, приходя на рынок, да, допустим, выращенные по каким-то технологиям, например, там огурцы, томаты в теплицах, они даже сейчас выращиваются по современным технологиям не в земле, это минеральная вата, и туда поступает раствор из там азот, фосфор, калий и микроэлементы. Вот из этого извлекают они, там, питательные вещества и растут, да вы их никогда в жизни. Хорошо. Органолептически не отличите от якобы луховицких огурцов. Эти огурцы вам положат, будете дегустировать, да не отличите. Хорошо, тогда все-таки где покупать лучший продукт этого дачного производства, на рынке или в гипермаркете? Дачного производства вы ни где не купите. Только сами. Только сами вырастите, сами съесть. Вот дачник, где он сдаст свою продукцию? Вот, кстати, тогда, а вот вопрос, может ли дачник сдать свою продукцию? Нет, нет, не может сдать. Ну, в провинциальных городах есть еще, сохранились такие рыночки, где там бабушки стоят, кстати, не только в России, это есть. Например, в Германии в провинциальных городах это есть, это скорее такое хобби. Бабушки там выходят с салатиками, они не ради денег, а ради того, чтобы там, ради общения. Андрей, извините, очень увлекательно, очень вкусно рассказывайте, но я вынужден вас прервать. Дорогие телезрители, рекламная пауза. Снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Новое качество жизни» и в эфире ее ведущие Артур Сагаманян и Елена Бойкова. Здравствуйте, а у нас сегодня в гостях очень интересный человек. Андрей Туманов, главный редактор и создатель школы-садовода Андрея Туманова, я знаю, что известный блогер, у которого аудитория более 1 миллиона человек. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Мы остановились на том, что в экологических продуктах некий вымысел, да, на ваш взгляд, или все-таки они существуют? Неофемерно. Я в Голландию как-то приехал к фермеру, который выращивает экологически чистую картошку, которая у него стоит на рынке там раза в 3-5 дороже, чем остальная картошка. Он мне там лапшу на уши вешает, я там только применяю компост, я не применяю минеральное удобрение. А все-таки Голландия, страна такая сырая, там каналы. Я так походил, посмотрел, говорю, ну все-таки фитофтора, это болезнь картофеля, фитофтора, так вам приходят, вы же, наверное, опрыскивание делаете все-таки, ну не совсем, потому что без применения химии. Он так померся, говорит, ну совсем немного, не чаще, чем раз в неделю. Раз в неделю, это значит 10-12 опрыскиваний за сезон вы как минимум делаете. Так я вообще опрыскиваний не делаю картошки, значит у меня вообще суперэкологически чистая, понимаете, все относительно. Что ж там тогда экологически нечистая у них продается в магазине. То есть дача это все-таки в основном отдых, да? Безусловно, а если уж мы так вот... Ну и судя по массовости, это востребованный отдых очень. Ну не только отдых, где-то отдых, а какие-то регионы страны выживают же просто за счет дачи. Вот смотрите, мы там, допустим, сейчас перенесемся мысленно в Псковскую область. Практически все пенсионеры Псковской области, они где-то, они что, с рынка питаются? Да нет, у них пенсия там на квартиру, на лекарства, ну хлеб, хлеб еще. Все остальное идет с дачи. Та же самая картошка. Картошки в магазинах в сельской местности ее нету, потому что если ты не загалтовил свои картошки, ты не выживешь. То есть ее там не покупают, потому что у каждого своя картошка. А где вы, там, садовую землянику, где вы, яблоки? Вот тоже же, пенсионер же в магазин не пойдет, у него все свое. Он еще на зиму закрывает, закатает в банок. Сейчас вот меньше закатывают в крупных городах, вот в Москве почти не закатывают. А в провинции-то, в общем-то, этим живут всю зиму. Тем, что лежит в подвалах. Так что это такой вот отдых, не просто отдых, но и выживание. В России на сегодняшний день вообще есть какое-то развитие, не знаю, там, вот именно фермерских хозяйств, там, сельского хозяйства? И вообще есть вариант развития в России этого? Или вот это будет все-таки, остается у нас, знаете, на уровне, там, дач, огородов? Пока на уровне дач, огородов, скажем так, у нас профессиональное сельское хозяйство, оно отстало от современных технологий лет на 40. А почему? Мы еще кричим, давайте мы будем возрождать сельское хозяйство, слушайте, возрождать сельское хозяйство нельзя, оно устаревшее, нам надо перенимать новые технологии. А перенимать новые технологии можно только, ну, как-то аффилируясь с какими-то зарубежными фирмами. Например, вот у нас, вот когда я работал в Думе, там, с трибуны звучало страшная фирма американская Монсанта, выгнать ее из России, такие негодяи. Но, знаете, вот они вкладывают в науку, только в науку, миллиарды долларов в год, миллиарды. И они сильны науке. В аграрии они. Это только, только, это биотехнология. Биотехнология. Это только фундаментальную науку, то есть они сильны своим научным потенциалом. И этот научный потенциал надо перенимать, не закрываться. Это, извините, если мы закроемся от всех и скажем, мы сами с усами, мы будем развивать сельское хозяйство и останемся, что у нас сельское хозяйство, ну, настолько низкорентабельное, что когда откроют все-таки рынки, а их рано или поздно откроют, не будем же мы все время под санкциями сидеть, откроют рынки, моментально у нас сельское хозяйство разорится подчистую. Потому что оно не может конкурировать с западным сельским хозяйством. Поэтому мы должны работать с ними вместе, работать вместе, не закрываться, перенимать, как делают те же самые китайцы. Китайцы не дураки, они прекрасно поняли, в чем будущее, там будущее в биотехнологиях, как в фармакологии, так и в сельском хозяйстве. Что сделали китайцы? Они попытались перетащить к себе специалистов, там, поворовали очень много, понимаете, не могут состыковать. Тогда они не сделали просто, они купили фирму Сингента. Это швейцарская фирма, которая, ну, вторая, третья в мире по биотехнологиям, по научному потенциалу. Отдали немного совсем, 46, по-моему, миллиардов долларов. 46 миллиардов долларов. Если бы мы это сделали... А в России нет таких институтов или есть, но очень мало выделяется? В России практически, ну, считайте, это число близкое к нулю. То есть, в биотехнологиях мы немножечко там в теории, но в практике, ну, как, у нас, если Госдума запрещает фактически биотехнологии, то самое ГМО, которым пугают детей, то, что будущее... Будущее, вот сейчас я, наверное, сказал, кто-то там возмутился, он там за ГМО. Ребята, а давайте вот не воспринимать ГМО с точки зрения то, что вам лапши на уши навешали либо журналисты, либо черные пиарщики. Возьмите просто проект, почитайте, вы изучите проблему. Вот вы изучите проблему, и вы поймите, что вас дурачили. Вот вам приятно, что вас дурачат? Ну, на самом деле, я тут недавно смотрела профессии будущего, которые будут, например, в 2026 год. Вообще биотехнология на сегодняшний день – это профессия будущего, потому что нужно будет выращивать растения. Количество людей в мире растет, нужно выращивать растения, и будет такая даже профессия, как выращивание, прочитала, продуктов на крышах и стенах домов. Более того, вот сейчас компьютерный бум и все, что связано с программами и так далее, он вот более-менее вот все это утряслось, и там невозможно резко стать миллионером-миллиардером. Биотехнология – это то, куда сейчас молодое поколение придет, это будущее. Нет, не только. Биотехнология – это и фармакология, это медицина, это косметика, пищевая промышленность, все. Это практически все. Вот это будущие миллиардеры, это будущие белогейцы, потому что там открываются совершенно такие гигантские возможности. И та страна, которая владеет биотехнологиями, она будет владеть миром. Не с помощью оружия, не с помощью даже своей политики, а именно с помощью того, что биотехнологии принесут экономическое процветание. И если бы вы знали, как, допустим, господа из фирмы «Монсанто», когда у них там планерки-леточки, когда кто-то им там доложил, что в Госдуме запрещают ГМО, как они смеялись? О, мы и думали, что русские своими руками, они еще фактически застрелятся, застрелят свою экономику. Потому что это будущие экономики. ГМО просто называют то, что сделано с помощью ген-инженерии. Не с помощью обычной селекции, хотя, в принципе, по генам это одно и то же. Ну да. По генам одно и то же. Но с помощью селекции это все равно, что вы вместо того, чтобы считать столбиком, вы взяли на калькуляторе посчитали. Может быть, конечная цифра более вредная, чем та цифра, которую вы посчитали столбиком. Ну не может, цифра, она и есть цифра. И сумма генов, эти генные цепочки, они одинаковые. Они не могут принести вред. Хотя с помощью ген-инженерии можно сделать ядовитый картофель. Вообще картофель ядовит, там есть немножко яда солонина. Да, это правда. В таком количестве, что, в принципе, человек это перерабатывает. Можно его вообще убрать, солонин, из клубней. А можно сделать ядовитым. То есть, ну как, вот с помощью таблицы умножения можно рассчитать атомную бомбу, а можно рассчитать, допустим, как пирожки печь, сколько там муки и так далее, окласть. Это не значит, что мы должны запретить таблицу умножения из-за того, что можно рассчитать атомную бомбу. И также мы не имеем просто право запрещать метод. Это же метод. Метод, с помощью которого можно сделать прежде всего добро. Например, тот же золотой рис. Что такое золотой рис? Это просто рис, куда вставлена маленькая цепочка, которая вырабатывает витамин А. И в рисе нет витамина А, и некоторые страны, особенно восточные, где едят в основном рис. Добавляют туда сейчас. Дети, они без витамина А плохо развиваются, болеют и так далее. Просто если рис будет выращиваться с витамином А, болезней не будет. Или простейшее, то, что даже сейчас делали свиньи, по мере их селекции, у них генетический слом наступил в организме, они плохо усваивают фосфор. И приходится свиньям добавлять в корм фосфор, потому что без фосфора они не могут развиваться. И на выходе, то есть в навозе, огромное содержание выбрасываемого фосфора, который отравляет почвенные воды, который удорожает продукцию, потому что фосфор стоит дорого, от которого зацветают водоемы, которые загрязняют природу. Так вот, выведена уже порода свиньи, где вот этот генетический слом исправлен. Исправлен. Да, с помощью генной инженерии. Чем эта свинья будет более вредна, чем та свинья, которая свинячит фосфором, извините. Знаете, вот у нас есть фермеры, есть там одиночные хозяйства. Вот одиночка на рынке никогда не выживет. Везде во всем мире люди объединяются в так называемый сельхозкооператив. Например, я изучал, как работает сельхозкооператива в Бельгии. Бог ты мой, это же... Вот понимаете, местный бельгийский крестьянин, он не думает ни о чем. Когда сеять, когда пахать, чего? За него думают специалисты из сельхозкооператива. Он приезжает, у него там 5 гектаров земли, допустим, он приехал в сельхозкооператив, ему рассчитали на компьютере, что на следующий год будет популярен и пользоваться спросом красный лук, вот такого-то сорта. Ему привозят семена, ему привозят удобрения, точно рассчитанные под этот лук, потому что каждое растение, вот ему больше там нравится то одно удобрение, те вещества больше он потребляет и так далее. Точно под анализ почвы, ни больше, ни меньше. И дальше он работает точно по составленной таблице. Сегодня это сделать, завтра это сделать. Полетела луковая муха, которая может испортить лук. А одиночка-то это не отследит. Раньше у нас в России станции защиты растений отслеживали лед какого-то вредителя. В сельхозкооперативе есть фитопатолог, который засек эту луковую муху, он дает всем команду, всем крестьянам опрыслать против луковой мухи. Вопрос у меня сразу. У нас в России мы можем ожидать создания таких кооперативов? Создания, скорее всего, нет. Я пытался многократно. Я входил в различные группировки, и тайные, и не тайные. При Минсельхозе, при Совете Федерации, которые как раз должны были наладить вот это вот движение кооперативное, к сожалению, не удается. Дело в том, что у нас нет специалистов, которые бы наладили. Понимаете, руководить сельхозкооперативом, это вот такая вот логистика заумная. Я был в Бельгии, там папа руководил сельхозкооперативом, дедушка руководил, и он руководит. То есть это в поколениях. Можно же научиться. Мы должны этих специалистов тащить сюда. А, все, понятно. Тащить сюда, создавать совместные предприятия, и уже их потом копировать. Копировать мы сами это не повторим. Хотя знаю я одного, восточный человек такой, он наладил в Московской и Тверской области сбор картошки. Он собирает, ездят грузовики, собирают картошку. У него есть предприятие, где эта картошка моется, это тайное предприятие, он налоги не платит. Скупает он задешево. То есть он наладил логистику великолепную. Гениальный менеджер. Но незаконную деятельность ведет. Вот я всегда предлагал и на коллегии Министерства сельского хозяйства. Давайте мы его помаем с помощью правоохранительных органов и предложим. Либо пять лет за незаконную предпринимательскую деятельность, либо ты становишься замминистра сельского хозяйства Российской Федерации, и мы тебе поручаем наладить то, что ты умеешь. Он наладит. Он наладит. Он умеет. Он профессионал. И то, что он оказался в теневом секторе, это не его вина, это его беда. И как любой человек, разбогатевший в теневом секторе, он, естественно, стремится перейти в белый сектор. Конечно. Вот как надо поступать. А не ставить чиновников, которые ни черта не понимают, и пытаются что-то там наладить. Спасибо, Андрей, за очень увлекательный рассказ. На этом наша передача подошла к концу. В гостях у нас был Андрей Туманов. Вели передачу Елена Бойкова и Артур Сагманян. Спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова